Звезда сериала «Не родись красиво» и папины дочки Анна Димова совершенно разочаровалась в любви. И когда на горизонте не оказалось достойных претендентов, актриса выдумала себе идеального мужчину. Так. Тушь, карандаш, помаду, зажим и скальпель. Тело сводило от холода. Залитая кровью звезда сериала «Не родись красиво» и папиной дочке, актриса Анна Димова, закрыла глаза. Подходила к концу съемка финальной сцены сериала «Атлантида». Конечно, лежала очень долго. Естественно, меня положили в эту машину, облили кровью, раздели, значит, все стекло сыпалось мне в глаза. Ей казалось, что она теряет разум. По ту сторону камеры стоял мужчина, которого она когда-то загадала себе в мужья и который ей снился каждую ночь. Вдруг я вижу этого высокого брюнета с голубыми глазами. Всегда разговорчивая Аня сейчас не могла произнести ни слова. Актриса думала только об одном. Сейчас закончится финальная сцена сериала, и она больше никогда не увидит этого мужчину из своего сна. А она ведь всю жизнь ждала их встречи. С детства Аня привыкла к чрезмерному вниманию сильного пола. Ей пели серенады. За нее дрались в родном городке Алинигорск, Мурманской области. А Димова переживала. Сама она никого не могла полюбить. Поступив в 18 лет в Московское Щукинское театральное училище и однажды встретившись в коридоре с высоким, симпатичным однокурсником, Анна решила, вот ее шанс. С этим парнем она научится любить и станет счастливой. Тогда Димова не догадывалась, что на самом деле он сделает ее несчастной. И она возненавидит всех коллег-мужчин. Ну, это был мой однокурсник. Мне было 18 лет, наверное, когда мы начали жить вместе. Сегодня Аня не хочет вспоминать даже имя этого мужчины. А тогда, 14 лет назад, словно очарованная, слушала красавчика, развлекавшего ее веселыми театральными историями. А спустя несколько месяцев романтических свиданий они поселились вместе в арендованной квартире. Высокий, стильный, аккуратный и, как все актеры, немного самовлюбленный. Парень даже в магазин не выходил, не прихорошившись. Димова видела, как на него засматриваются другие женщины, и радовалась, что такой эффектный мужчина рядом с ней. А когда избалованный чрезмерным женским вниманием, он начал бесстыдно флиртовать с другими. Аня поняла. Она не хочет жить в постоянном страхе, что муж когда-нибудь ей изменит. На тот момент, либо с тем мужчиной, я не хотела ни замуж, не хотела ни детей, не хотела как таковой семьи. То есть предложение было неоднократное, но я всегда как-то говорила, давай подумаем об этом попозже. Каждый день актер возвращался из театра и пересказывал закулисные сплетни, намекая, что почти все женщины-коллеги от него в восторге. Аня пыталась объяснить любимому. Она хочет иметь рядом надежное плечо и быть уверенной, что для своего мужа она единственная и лучшая в мире. Но в их жизни ничего не менялось. И в конце концов, потеряв веру в то, что любимый когда-нибудь осознает свои ошибки, Аня собрала вещи и ушла навсегда. Мужчины-артисты, они, конечно, очень сложны в отношениях. В них очень много женского, очень много детского. Хотелось просто мужчину, настоящего мужчину. К сожалению, среди нашего поколения их единицы. Оставшись в одиночестве, Аня задумалась, какой мужчина ей нужен. И поняла, что зашла в тупик. От отчаяния она замкнулась в себе. Почти перестала выходить на люди. По вечерам после съемок одинокая и несчастная, она сидела дома перед телевизором, представляя себя счастливой с мужчиной своей мечты. Лежала дома и думала, ну вот, что же за мужчина должен быть? Кто он должен быть? И вот, как он должен выглядеть? Я лежала и представила себе высокого брюнета с голубыми глазами. Сильно, главное, чтобы не артиста. Это я вот помню, это было главное. Главное, чтобы не артиста. Она продумала его образ до мелочей. Знала, какие у него должны быть глаза. Как нежно и страстно он должен на нее смотреть. Как сильно будет ее любить. Не проходила и ночи, чтобы выдуманный ею мужчина не приснился Димовой. Одна за другой проходили недели. И 27-летней актрисе казалось, что она сходит с ума. Примерно так полгода я жила как отшельница, не встречалась ни с кем, не знакомилась. И, ну, в общем, вокруг меня не было мужчин, потенциальных каких-то мужей, любовников и прочее. Она не хотела никого видеть. Ей было приятнее наедине с воображаемым избранником. Актриса уже потеряла веру, что когда-нибудь вообще полюбит. И вдруг... Съемка финальной сцены сериала «Атлантида», в которой героиня Димовой умирает после ужасной катастрофы, подходила к концу. А кровавленная Аня лежала на морозе в разбитом авто, но дрожала она не от холода, а от мысли о том, что возле камеры стоит он, ассистент-подстановщика Леонид, мужчина, которого сегодня увидела впервые. И который как две капли воды напоминал избранника из ее снов. Я ничего о нем еще не знала, но я просто увидела и подумала, что вот это абсолютно мое. Стоп, снято. Это конец. Больше она никогда его не увидит. Димова стояла словно завороженная. Неужели вот так она потеряет мужчину, которого ждала всю жизнь? И как после этого жить дальше? Набравшись смелости, Аня подошла к Леониду. Это редкость, очень большая редкость. В этих отношениях я сделала первый шаг, потому что я почувствовала родного человека, а в его глазах я действительно прочитала восхищение. Леонид был постановщиком сериала. Он весь день не сводил с нее глаз, но подойти к известной актрисе не решался. Аня же, занятая съемками, так ни разу и не обратила на него внимания. Плоть до финальной сцены. Он мне тогда сказал, что я бы не подумал, что ты можешь на меня внимания обратить, потому что ты занята, ты артистка, ты снимаешься, главное роль, что там постоянно суета вокруг тебя. Забыв о неотложных делах, Аня и Леонид целый вечер гуляли по Москве. С каждым днем Димова все больше удивлялась, насколько любимый отвечает идеалу загаданного ей мужчины. Я помню самый первый поцелуй, это был поцелуй моей руки. Не как обычно мужчина целует эту сторону, а это была поцелована ладонь. И это настолько меня впечатлило. Это, наверное, самый интимный, самый какой-то сексуальный вообще жест мужчины за всю мою жизнь. Спустя два года Аня и Леонид поженились. И сейчас, накануне третьей годовщины свадьбы, 32-летняя актриса признается, что рядом с любимым она чувствует себя словно в сказке. Димова не устает радоваться своему счастью. Леонид идеальный, сильный, настоящий мужчина, говорит она. А главное, что он не артист. Анна уверена. Нужно верить, что вы встретите своего суженного, даже если пока он существует только в вашем воображении. Я даже в какой-то степени его загадала. Попросила, чтобы он был вот такой. Так что надо всегда, если ты чего-то хочешь, искренне, ты проработай детали. Не просто я вот хочу принца на белом коне. Я хочу вот такого, 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 такого принца. Спасибо. Спасибо. Спасибо.